В листе усилят меры безопасности в школах после трагедии в Казани. Глава столичной администрации Дмитрий Трапезников провел совещание по организации комплексного плана по обеспечению безопасности детей в образовательных учреждениях. Речь идет о внедрении дополнительных камер видеонаблюдения в пропускном режиме специализированной охране установки ограждений, пояснил сети менеджер. Страшная ситуация, которая вчера произошла. И самое страшное, когда погибают люди, а когда дети, это просто тяжело говорить, честно говоря. Я взрослый мужчина, и мне тяжело об этом говорить. Но меры нужно принимать не тогда, когда беды происходят, а меры нужно в текущем режиме принимать. На сегодняшний день у нас практически все школы обеспечены детекторами, так называемой рамки. В одной школе только осталось докупить. Ручными детекторами практически все школы обеспечены. Сейчас мне счет приносили, показывали, три школы осталось обеспечить. Везде установлено видеонаблюдение. Сейчас есть расчеты. Мы планируем в течение этого года сделать полное ограждение среди школ. Уже выбирали виды ограждения, как это будет выглядеть. До июня месяца мы уже в школы заведем профессиональное охранное агентство. Хочу сказать, что техническое оснащение – это все, конечно, хорошо, но это не обеспечит 100% безопасность наших детей. Здесь всегда нужно работать еще и на упреждения. То есть проводите практические беседы с детьми. Дети ведь в телефонах, сегодня в компьютерах что угодно видят. Никакого нет ограничения. И нужно внимательно наблюдать и родителям за своими детьми, где они находятся, в каких соцсетях, в какие игры они играют. Они насмотрятся там кровью, насмотрятся различных стрелялок, а потом мы видим вот такие вот последствия. Дмитрий Трапезников также сообщил, что уже в этом году в качестве эксперимента у школьников столицы появятся брелки и браслеты, которые будут служить пропуском в учебное заведение. С помощью гаджета дети также смогут оплачивать проезд в городском транспорте и обед в столовой. У каждого ребенка в ближайшем времени появятся карточки, по которой дети смогут рассчитываться не наличными деньгами, а родители будут деньги на карточку ложить. Эта же карточка будет адаптирована и под проезд в общественном транспорте города. И плюс ко всему эта же карточка будет являться входным удостоверением школы. То есть турникет не прокрутится, пока не приложишь карточку. Домофон, так называемый, на входе, на калитке, когда будет ограждение, либо на входе, на двери в школу не откроется дверь, пока не будет приложена карточка. Плюс ко всему в базе данных будет видно, во сколько ребенок в школу зашел и во сколько вышел.